Приветствую вас, я, не выступаю в полемику со своими коллегами, да, то есть, вот как один из коллег выразился, что нужна продолжительная консультация, обязательно продолжительная работа с психологом, вот. Значит, я такого мнения не придерживаюсь, а я считаю, что необязательно работать продолжительно, чтобы добиться результата, вот. Вопрос заключается в том, насколько вы сами заинтересованы в том, чтобы ситуацию исправить. Не является ли ваш запрос такой, своего рода, ширмой, да, то есть, ну, такой защитой перед реальностью? То есть, вы чувствуете, что вам, например, нужно что-то менять, и вы вроде как, ну, вроде как вы хотите что-то поменять. Но при этом вы, вполне вероятно, реально не готовы. Я объясню почему. То есть, при, вот, вашем искреннем желании что-то изменить, да, если вы действительно понимаете, что, вот, что-то происходит, ведёт, там, никуда, да. Вот, вы понимаете, что, ну, по сути, вот, нужно здесь визуализировать то, что с вами будет, например, через 5-10 лет, когда вы, если вы будете с этим человеком продолжать в отношениях находиться, да. Вот, и здесь я, пожалуй, хотел бы упомянуть такую вещь, да, что мой коллега сказал вам о личной ответственности. Понимаете? Понимаете? Личная ответственность. Личная ответственность здесь, это означает, что только вы отвечаете за то, что с вами происходит. И если в глубине своей души вы видите и чувствуете, что вы к этому стремитесь, вот к такому, ну, такому поведению, к такой модели отношений, в принципе, то до тех пор, пока вы не увидите, что за этим стоит, то есть, что стоит за тем, что вы вот стремитесь к такой модели отношений. Я полагаю, что не имеет смысла что-либо делать, потому что, чтобы мы не делали, как бы вы не понимали, да, что вы поступаете неправильно, что вы, не знаю, делаете неверно и так далее. Все равно вы будете поступать именно так. Почему? Потому что, как бы, от желаний, да, от своих желаний, от них не убедись. И вы будете снова и снова стремиться к тому, чтобы получить то, что вам, собственно говоря, нужно. Это первый момент, да. То есть, первый момент такой. А что вы хотите в себе изменить? Вот это, как бы, своего рода запрос. Это своего рода запрос. Что вы хотите в себе упомянуть? Дальше идем. Изменить себя, да, перестроить себя, означает, что определенные, но не все ниточки вашего поведения, определенные, но не все, специально повторяю, ниточки вашего поведения привели к тому, что вы оказались в этой ситуации. То есть, менять и перестраивать себя нужно не полностью, как вы сейчас, по моему мнению, хотите сделать, а только в той части, которая поспособствовала тому, что вы оказались в данной ситуации. И здесь нужно очень деликатно подходить к вопросу, потому что можно и вообще потерять свою индивидуальность, можно и навредить себе, вот. Поэтому, на мой взгляд, не стоит этим злоупотреблять, не стоит этим увлекаться, да, и уж точно не стоит самостоятельно себя менять. Опять же, потому что, ну, могут быть проблемы у этого, могут быть трудности у данного метода, то есть, заниматься самолечением здесь чревато тем, что вы будете еще больше себя ругать, тем более, что вы и так, по сути, это делаете. Ну, то есть, вот, сейчас вы этим и занимаетесь, тем, что ругаете себя, вот. Поэтому, на мой взгляд, значит, перестраивать себя нужно аккуратно и исключительно только, вот, вот, четко понимая, что вы хотите получить. Вот, значит, теперь пойдем дальше, значит, и рассмотрим вашу проблему. Проблема, она такова у вас, что, значит, я понимаю, что все кончено, да, наверное, вы хотели написать все кончено, что нет отношений, я такого не достойна. Но я все равно чего-то жду, сама себя ругаю и жду. Понимаете, а вот ожидание, да, ожидание, это ведь ваш выбор. То есть, вы выбираете чего-то ждать, вы выбираете что-либо ждать. Вы выбираете именно пассивность. С чем это связано? С чем связан выбор ваш? Это первое. Второе. Вы пишете, что ругаете себя. Момент здесь такой, момент здесь такой, что вы не можете сами себя ругать. Вы не можете сами себя за что-то укорять, вы не можете сами себя за что-то, там, например, значит, ну, стыдить и так далее. Это не работает так. Если вы это делаете, значит, значит, вами руководят некие настройки, которые идут как раз-таки из вашей семьи. И если вы себя ругаете, если вы ругаете себя, значит, именно это вам и нужно. То есть, вы хотите именно этого в глубине души себя ругать, и только ругая себя, вы чувствуете себя, ну, в своей тарелке. Ну, потому что, возможно, единственное проявление внимания к вам, по стороне родителей, было именно такое. То есть, именно вот в момент, когда вы чувствовали негатив по отношению к себе, ну, то есть, когда вас опять-таки ругали. И понимаю, что для вас, точнее, даже не понимая, а чувствуя, что для вас это, по сути, единственная форма получения внимания. То есть, по-другому вы не можете, по-другому вы не умеете получать, ну, удовольствие, по-другому вы не умеете чувствовать себя комфортно и так далее. Вы к этому и стремитесь. И здесь возникает вопрос. По вашему мнению, ругать себя, это единственная форма находиться в отношениях, ну, в отношениях, гармоничных хотя бы с собой, самой. Вот. Или нет. Потому что, если вы ругаете себя, если вы можете себя ругать, то совершенно очевидно, что и мужчина может вас ругать. Совершенно очевидно, что и мужчина может проявлять себя вот так, по отношению к вам. Совершенно очевидно, что мужчина может, что называется, отражать ваше отношение к себе. Понимаете? Вот. И в таком случае, можно говорить о том, что к этому вы и стремитесь. Да, он вас ругает, да, он вас обижает, оскорбляет, унижает, он вам изменяет, но вы-то все это позволили, как вы написали сами, и позволили-то вы ему это не просто так. То есть, были для этого некие причины, понимаете? И вся тонкость в том, чтобы увидеть эти причины, чтобы вы увидели эти причины сами. Понимаете? И вот, когда вам эти причины будут ясны, тогда вы и будете понимать, из-за чего вы это делаете. И не будет какой-то мифической перестройки себя, которая, может быть, полезна, а может быть и нет. Не будет мифической перестройки. Будет просто выбор ваш, хочу я или нет, например, допустим, реализовывать то, чего я желаю, то, что я считаю важным, иными способами, или нет. То есть, сами желания, которые у вас стоят за вашим поведением, они нормальны. То есть, нормально хотеть, там, чувствовать себя нужной. Нормально хотеть любви, да, нормально, там, стремиться к союзу с другим человеком. Нормально хотеть, чувствовать себя женщиной, да, и так далее. Это нормально. Нормально чувствовать себя, например, нормально хотеть, чувствовать себя гармонично. Вот. Это нормально. Но то, как вы это делаете, то, какие способы вы используете для того, чтобы этого достигать, вам вредят. Вам вредит, точнее, то, какие способы вы используете для этого. Ну, вот и все. И очевидно, что, да, вы научились этому у своей семьи. То есть, в детско-родительских отношениях. Скрыто, то, как вы сейчас себя ведете. И здесь, опять же, если даже вы сами говорите о том, что, ну, вот, что все дело в семье, то начинать нужно именно с них, с этих отношений. Ну, а начать можно ведь только, вы понимаете, ну, процессы консультации. Потому что, кому-то ни слова про своих родителей вы не сказали. Это первое. Второе. Ситуация такова, что и сам процесс терапии, он проходит именно в формате личного консультирования, а не ответа на вопрос. И в вашем случае, какой бы ответ ни был дан, ситуация не изменится, именно пока не будут прочувствованы некие ключевые моменты в вашей жизни. Прочувствованы, в первую очередь, вами. Понимаете? С другой стороны, вам необходимо подумать о том, собственно, а какую модель отношений, какого мужчину рядом, вы бы хотели, именно вы, чего бы вы хотели. И не тот ли этот мужчина, по итогу, который с вами, образ которого у вас, например, есть, не тот ли этот мужчина. Понимаете? То есть, необходимо вам вот эти моменты также иметь в виду. Понятно, что сейчас вы, ну, не совсем свободны. Это понятно. Но, тем не менее, вы же свободно выбирали своего мужчину. Вы же его выбрали почему-то. Вы же хотели чего-то, я полагаю. На мой взгляд, вот, то, чего вы хотели, то, чего вы ожидали, может быть, тоже необходимо иметь в виду. Потому что, это напрямую влияет на вас. Ваши желания. Вообще, я бы отдельно уделил внимание тому, как вы воспринимаете себя, как вы воспринимаете то, чего вы хотите, и как вы относитесь к своим решениям. Именно решениям. Да? То есть, вот вы решили быть с этим человеком. Знаешь, что он вам изменял? Да, и, возможно, изменяет. Вы решили с ним быть. Для чего? Понимаете? То есть, не нужно говорить, что это неправильно, что так быть не должно, и так далее. Нет. Не нужно. Вы решили. Значит, вы чего-то хотели, на что-то вы расшитывали. Вопрос в том, на что. То есть, важно, чтобы вы, как бы, сказали себе, ну, мысленно, да, что я имею право хотеть, я имею право желать, и все. Возможно, вы стремитесь к некому идеалу, может быть, эталону правильности. Сказать здесь довольно сложно. Но, опять же, в этом контексте можно сказать даже, что то, что правильно, и то, что неправильно, определяется, как правило, ну, не нами, а другими людьми. Вот. На мой взгляд, это не делает человека более свободным. Дальше идем. Так. Вы пишите, что когда я встречала мужчин, заботливых и внимательных, они мне казались слабыми, и интерес пропадал. Я сама не могу с ними быть. Пишите вы. А, смотрите. Вы по, ну, давайте, скажем так, по указке родителей, да, по модели родительской семьи, семьи, вы посчитали, что внимательный и заботливый мужчина слабый. И вы не можете с ними, с ним быть, ну, с таким мужчиной. Если вы считаете, что заботливый мужчина слабый и внимательный, мужчина, то совершенно очевидно, совершенно очевидно, совершенно очевидно, что до тех пор, пока вы будете думать именно так, ничего не изменится. То есть нужно менять представление о мужчинах. Далее вы говорите интерес. Хорошо. Допустим, интерес к мужчинам. Ну, вот, то, что вы говорите. Какой у вас интерес к мужчинам? Как проявляется интерес к мужчинам? Что он из себя представляет, интерес к мужчинам? Эээ... Чем вам интересны мужчины? Чего вы хотите от мужчин сами? Получается, заботы и внимание от мужчин вы не хотите. может быть потому, что считаете себя недостойной этого, ну, я имею ввиду, внимание и заботку. А это значит, что вы себя не принимаете сами. И, в свою очередь, конечно, это означает, что и родители вас не принимали сами, ну, как бы это сказать, безусловно. То есть, безусловно, родители вас не принимали. И, вот, это первый момент. Что я, как, как бы, говорит родитель, эээ, тебя не принимаю, эээ, какая ты есть. Ну, просто не принимаю и все. А, потому что, мне нужно, чтобы ты была другой, грубо говоря. Ну, вот. И, потому считаю, именно считаю, что, ээээ, ты недостойна, эээ, внимания и заботы. До тех пор, пока не выполнить определенные условия. Вот. Вы и стараетесь выполнять определенные условия, эээ, значит, чтобы быть, эээ, достойны, по вашему мнению, эээ, заботы и внимания. Вот. Кхм. Такая вот история. История. И, тогда, в таком случае, логично, конечно, предположить, что, начинать, вообще, работу с вами, и изменения, эээ, вам, самой, эээ, ну, нужно начинать изменения, с того, чтобы, принимать, себя. Безусловно. Такой, какая вы есть. Другой вопрос, другой вопрос. Ага. Как вы это будете делать? То есть, другой вопрос, как вы будете себя принимать? И, здесь, конечно, ключевым моментом, является то, является то, значит, что вы в себе не принимаете. Как раз. Опять же, с этим можно работать, это можно увидеть, и начать менять, менять представление об этом. то есть, именно, вот, о том, эээ, что вы считаете в себе недостатком, не, что вы считаете в себе, эээ, неправильным, негативным, и так далее. Значит, эээ, ну, тут, соответственно, эээ, можно дать, такое задание, да, упражнение, эээ, чтобы вы выписали все свои плюсы, эээ, чтобы вы выписали все свои минусы, эээ, вот, посмотрели, чего получится больше, и, соответственно, эээ, ну, вот, исходя из этого уже, эээ, вы бы, могли отталкиваться. То есть, если у вас больше плюсов, плюсов, по, вашему мнению, то, эээ, соответственно, есть некое идеализированное представление о себе, если минусов больше, то, соответственно, есть некое обесценивающее представление о себе. а нужно, чтобы всего было поровну. То есть, чтобы у каждого, эээ, плюса, по большому счету, была некая обратная сторона, сторона. вот, и, эта, обратная сторона, она, всегда будет, как бы, уравновешивать, уравновешивать, эээ, собственно, на, эээ, ну, вашу, позицию, по поводу себя. вот, и, недостатки, которые есть, у всех, и у каждого. да? Недостатки. Они, неплохие, и нехорошие. Они определяются, скажем так, вредом, который вы, себе наносите. Ну вот, исходя из того, что, эээ, вы делаете. Поэтому, эээ, я, предлагаю вам, смотреть, именно, в этом, в этом направлении. Ну, а там, там, уже, конечно, будет, эээ, более, понятно, эээ, то, то, например, эээ, какие именно, недостатки, то, за что вы себя ругаете, эээ, приводит к тому, вот, что вы оказываетесь в этой ситуации. эээ, а вы пишите, что, я его не баловала, эээ, я, защищала свои интересы, эээ, ну, во-первых, эээ, совершенно непонятно, почему вы его не баловали, то есть, то есть, если вы, если вы, вроде как, любите, если вы, человеком, вроде как, ээээ, хотите быть, вместе, да, то, совершенно, опять же, непонятно, почему вы его не баловали. Если вы, эээ, как вы говорите, защищаете, свои интересы, или защищали, свои интересы, то, в какой-то момент, вы явно, перестали это делать. Я полагаю, что, эээ, вы, согласитесь со мной? И тогда, эээ, в чем смысл, того, что вы, защищаете свои интересы? Получается, что вы их, эээ, защищали не для того, чтобы защитить, а, по некой, другой причине. Я не знаю, по какой, пока что. Может быть, чтобы, доказать, что-то. А, может быть, что-то еще. Не знаю. Но вам, лучше это узнать. Чтобы, хотя бы, понимать, куда вы движетесь в своей позиции, в своем, ну, в своем поведении. Понимаете? нет ничего плохого в том, чтобы защищать свои интересы. Это здорово. Но, нет ничего хорошего в том, эээ, что, вы, эээ, не балуете своего мужчину. если уж, решили, эээ, ну, сделать его своим мужем, то, как минимум, нужно, опять-таки, за это, за это нести ответственность. А вы, как, как, эээ, мне показалось, ответственность не несете. Понимаете? Вот. Вы не несете ответственности. И, соответственно, соответственно, из-за этого возникает проблема. Я думаю так, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, ээээ, вы, немножко, немножко, эээ, лучше, стали, эээ, понимать, ту ситуацию, в которой вы оказались. Надеюсь, что, вы, примите решение, эээ, все-таки, работать над собой. Эээ, вот. Последнее, эээ, что мне хотелось бы вам сказать, это то, что, эээ, понимаете, много, эээ, женщин, в принципе, хочет уйти от своих мужчин. Много. Но уходят, эээ, женщины, далеко не все. И можно сказать, ну, вот, они там, да, не хотят уходить, там, или что-то еще, эээ, в этом роде. Эээ, на самом деле, нет. На самом деле, эээ, немножечко, в другом, причина. А именно, причина в том, что, далеко не всегда, у человека, есть, эта возможность, куда-то уйти. Потому что, ну, вот, уйдете вы, например, от моря, да? И что вы будете делать? Как вы будете себя чувствовать? Как вы будете себя вести? как вы будете выстраивать свою деятельность, деятельность, там, и так далее, и так далее, и так далее. Как? Скорее всего, большие будут затруднения. Либо это не то, чего вы хотите, либо, вы и сами, в общем-то, не знаете. Потому что, уйти от моря, просто уйти от моря, да? Это определенный, ну, просто поступок. Это не цель. Это не, эээ, ну, не, это может быть задача, но это не цель. Вы руководствуете столько задачи, вы задачу хотите поставить на уровень цели. Эээ, это не только, чтобы неправильно. Это, эээ, скорее, недальновидно. В плане того, что, ну, вот, задачу вы выполните, да, а что потом? И вы, скорее всего, не знаете, что потом. Потому что, для чего вы уходите от моря? Для чего вы это хотите сделать? Чтобы что? Вот, сформулируйте вот эту вот, эээ, цель, которая, которая будет, эээ, вами, эээ, руководить, при, собственно, реализации этой задачи. Понимаете? Ведь уход от мужа, это, эээ, при, эээ, ну, при прочих условиях, это, все-таки, ну, довольно проблематично, да, то есть это развод, это, эээ, судебные тяжбы, скорее всего, это определенная перестройка, эээ, вашего, эээ, ну, вашего быта и так далее. И для этого, ну, 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 нужен, ну, нужен стимул, мотив. То есть все это ради чего-то, да, все это ради чего-то. Ради чего? Понимаете? Ради чего вы этого, этого, ээээ, эээ, так хотите? И хотите ли? А может быть, этого можно добиться не уходя от мужа? Ну, для начала. Может быть, этого можно, этого можно начинать, добиваться не уходя от мужа, а уже потом, когда, ну, ээээ, это примет определенную форму, уже тогда, может, можно будет, ээээ, от мужа и, ээээ, уйти. Тогда, когда это будет, ну, скажем так, ээээ, ну, более адекватно, знаете, эээ, более, так, уместно, более легко, если угодно, да? Вот. Подумайте. Если у вас остались вопросы ко мне, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. makни ставьте лайки. Я вас н Продолжение следует...